Теперь стойка китайского бокса. Я вам покажу ту стойку, в которой делюсь я, в которой делается весь наш атлетик. Левая нога немножко впереди, чуть-чуть впереди. Стопы как будто вовнутрь. Здесь ноги, вес целый на носочках. 65-65% держится, конечно, на правой ноге, вес целый здесь. Но мы должны все время, как на пружинках, находиться на обеих ногах. Животик подобно, здесь спинка раскладлена. Руки, локоточки прижаты к корпусу. Голова вниз. Вот здесь. Не здесь руки, потому что открытая голова это не бокс, открытая голова это удар с головой ногами. Вот здесь голова спрятана, руки возле виском. Вот положили локоточки возле корпуса. Особенно правой ноги фиксируйте, чтобы была закрыта печень. Мне было никаких дырек, еще не сверло, взлетая от ноги. Вот основная стойка. Такой стойки желательно стременно браться. Плечико левое возле подбородочка. Голова. Вот здесь вот плечо, вот здесь спрятана. Вот. Запомните еще раз. Вот такая стойка желательно для боев в сайте-то боксе. Ноги все время такожи. Вот такое положение. Теперь я хочу показать, что не надо делать. Хотя, не знаю, многие его отображают. Посмотрев фильмы, либо посмотрев тех же ирландцев. Уходят, выставляя руки вперед и танцуют на левой ноге. Вот так. Такого я не признаю. Мы не признаем, потому что я, в принципе, был светителем, как люди падают. Сразу же. Выйдем вот в такой вот стойке. Здесь все открыто. Я не знаю, такие номера здесь не проходят. В принципе, никогда не проходят. Я предпочитаю, ребята со мной в атлетике, все глухая стойка. Потому что здесь можно надерживать удары. Все принимать в корпус спокойно и туже контр-атаковой. Вот такая вот стойка. Вот здесь. Вы собраны полностью. Как комочек. Готовы для введения жесткого боя на всех обменах ударов. Вот и филокал. Теперь я покажем вам перемещение стойки. Вперед, назад, вправо, меру. И немножко как мы будем. Вот перемещение вперед. Здесь, когда вы двигаетесь вперед, вы подхаживаете левой ногой. Вот сюда вот. Но вес тела, вес тела. Больше держите на правой ноге сзади. Чтобы если, когда вы начали движение вперед, и соперник лапку вот атаковать, здесь вы сразу же можете поставить блок без наружу, либо изнутри, либо сразу же встретить. Когда вы начинаете движение назад, вы отталкиваетесь левой ногой, сразу же переносите вес на правую, больше, и больше загружаете правую ногу при перемещении, чтобы вдогонку, все время, когда вы отталкиваете, вы могли фиксировать левую ногу для защиты, для встречных ударов. Движение вправо в другую сторону. В левую ногу начинаете. Левые ноги, вправо, вправо ноги. Весь тело все время, все время на носочке. Здесь очень мягко. Вот такое вращение. Не старайтесь высоко прыгать, ни в коем случае. Когда бьют по ногам, стоит вам дугатаровать две ноги в воздух, мощным ударом вас в ту же стабиле. Как будто скольбите. Все время, все время вот такое движение. Потому что при движении вы можете поставить блок либо в одну, либо в другую сторону, когда вы уходите. Когда вы двигаетесь, корпус вовремя будет мягким, как пружинка. Я показываю. Медленно подседаетесь. Вот в любой момент можно было нести удар рукой, либо ногой. На пружинках. То же самое передвижение, когда вы кружите соперника. Все время, все время, все время на носочке. Здесь, 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 здесь. Чтобы вы могли резко, потом передвинуться. Если вы делаете резкий уход в сторону, толчок должен быть резко с двух ног. Не просто так, когда перепрыгнуть, а вот движение с двух ног. Пошли здесь. Медленно докручить в одну сторону. Резкий уход. В коррестном уходе здесь тело может быть подвали. Чтобы ноги в корпус уходили все время одновременно. Вот такие вот перемещения. Руки все время рядом с вами. Передвижение только на носочках. Только на носочках. Старайтесь в любом случае при перемещениях не грестить ноги. Если в боксе, там можно делать всячески вот такие вот заходы. Ставьте в боксе, это просто нам просто не приставим. Стоит только вам еще раз будет. Поставить ноги на одну линию или еще хуже, там сделать такой вот зашаг, за крест. Сопенник сразу же атакует по ногам, вы падаете. Вот такое перемещение должно быть. Вы были готовы уже принять атаку и сразу же отверстили. Руки все время, все время рядом с стороны. Ведь тело только на носочках. Вот такие вот перемещения. Сидите. Можно так передвигаться. Можно так передвигаться. Можно так передвигаться. Но просто на носках очень долго отходить, почему назад не ряда. Очень долго. Я советую, если вы можете перемещаться назад, а одно движение назад, и в другой должен быть сразу в сторону. Потому что когда соперник на вас атакует, и вы все время будете опять отцепляться, вся сила в атаке идет у вас. Здесь вы должны его вытянуть и сразу же в сторону, чтобы провалить его. То же самое в другую сторону. Вот, сразу же вышли. То же самое вперед. До конца, сильно вперед, то же самое нельзя лезть. Потому что атака ногами, руками все время будет у вас. Зашли вперед, зашли сбоку. Движение вперед, заход сбоку. Вот такие вот перемещения. Вот здесь вот. Все время. Все время старайтесь вытеслить атаки соперника. И также не поставить самому. Когда атакуете, все время меняйте сторону атаки. Продолжение следует...